Владимир Вольфович, ну вы довольны, но главное прозвучало, и что оно, это самое? Да, главное прозвучало, а вашу передачу прошу больше Рыбакова не приглашать. Его антигосударственные заявления нам всем надоели. Он здесь не был, он не нужен, а он делает... Владимир Вольфович, к сожалению, не нужно Рыбакова обсуждать, а послание, которое Рыбакова прозвучало. Ну я слышал, что он там говорит. Я слышал. В послании прозвучало совершенно новые некоторые вещи. Например, президент сказал, если есть чиновники или какие-то руководители, которые не могут принимать решения, не могут решать какие-то задачи, они должны отойти в сторону. Я заставил весь зал аплодировать. Это означает, что усилится кадровая революция, убрать тех, кто слабый, не может или же устал. Дальше мы видим все положения в послании направлены на повышение качества жизни, освобождение от налогов. Вот эти шесть соток, которыми владеет огромное количество людей, миллионы, с них снимается полностью налог. Это огромная поддержка всех семей. Плата, увеличение платы, значит, почти в два раза некоторые пособия повышаются. Продлеваются сроки, значит, для выплаты пособий. И все вопросы, положения направлены на качество жизни. В школах, чтобы не было школ в отдаленных регионах, где нет водопровода, где даже, может быть, канализации нет. Что это губернаторы должны добиться, чтобы эти последние школы ушли. Новое положение. У нас был земский врач. Теперь появится положение земский учитель. И снятое ограничение по возрасту, пусть будет даже 50 лет, он получит такое же пособие, подъемный, миллион, и сможет работать в сельской местности, в отдаленных регионах. То есть по всем вопросам, в основном, внутренней политики, как всегда хотели некоторые у вас участники ваших прекрасных ток-шоу. И чуть-чуть было в конце сказано про отношения с США. И очень хорошо, что ничего не было сказано про Украину или другие некоторые страны, в целом даже Евросоюз и НАТО. И всем еще раз было сказано, что пусть посчитают мощность нашего вооружения и время полета. И это же великолепно. Прежде чем начинает какой-то шум об угрозах войны против нас, пусть все посчитают. Это же намек всем тем, кто пытается бряцать оружием. А Россия не бряцает оружием. Мы никому не угрожаем. Но президент сказал, мы сегодня имеем самый мощный потенциал. Пусть никто даже не думает каким-то образом посягать на наш суверенитет, что мы единственное в мире самое независимое государство. Остальные там подхрюкивают к главному какому-то патрону. То есть великолепный маленький раздел по внешней политике, чтобы все успокоились. И все связано с внутренней политикой. Включая мусорные полигоны, это осталось у нас от той эпохи, от советских. То лет не занимались, было сказано. Когда-то не занимались. Не занимались. Огромная Владимир Вольфович Жириновский на прямой связи из гостиного двора. В рамках подхрюкивания Европейский Союз прямо во время послания к Федеральному Собранию продлил антироссийские санкции по Украине, про которую Путин не сказал ни слова. Обращаем на это отдельное внимание. Александр Леонидович, давайте про Русь. Вы знаете, вот сегодня во время и перерывов, и до эфира, тема Украины обсуждалась у нас здесь. Да, она обсуждалась. Про Россию бы, а? Про Россию. Безусловно, без этого мы не можем жить дальше, потому что это очень важная тема. Но я хотел бы сказать совершенно о другом. Сегодня мы услышали рождение нового глобального национального проекта. Это национальный проект возрождения российской нации, российского народа населения. Президент поставил глобальную задачу перед нашим обществом. Не просто сохранение, ведь наш главный ресурс нашей страны, вот можно говорить нефть, газ, золото, недра, наш главный ресурс – это народ. Наш главный ресурс – это дети. Причем ресурс восстанавливаемый, возобновляемый. Нам же сказали, что люди – вторая нефть у нас. Я не говорю вторая, третья, золото. А дети – это не бедность, дети – это меньшее из налогов. Наши задачи уносят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано. Его запаса, запаса времени на раскачку, на дальнейшие утряски и уязки просто нет. Вообще, мы этот период, считаю, прошли. Абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их – нельзя. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Людей, кроме того, не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. Переносимся в гостиный двор. Прямо сейчас огромное количество спикеров покидают зал, а многие не покидают. На прямой связи Сергей Иванович Неверов, глава Думской фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Сергей Иванович, ну что, можем мы говорить про новый социализм или о чем мы говорим? Почти полностью про Россию, и это, конечно, принципиально важно абсолютно для каждого из нас. Это на самом деле принципиально важное послание, потому что президент неоднократно до послания обозначал о том, что люди должны видеть реальные шаги, реальные действия от реализации проектов, национальных проектов, которые у нас должны быть реализованы. И вот здесь как раз президент говорил конкретно, что если в послании 2018 года президент говорил о перспективах на 6 лет, то сегодня говорил о перспективах на этот год. Говорил о том, что уже в этом году люди должны увидеть серьезные изменения в тех направлениях, которые мы должны реализовать. Что вы отметили для себя самое важное? То есть, как бы понятно, было поделено все по блокам, да, начали с стимулирования рождаемости, потом медицина, образование, где самые, так скажем, радикальные и прорывные, мы же теперь говорим про прорыв, прорывные реформы мы увидим. Вы знаете, здесь невозможно выделить что-то отдельное, что является важным. Здесь важно и все. Это и демография, это наше будущее население, это вообще наша семья, это дети, это вопросы здравоохранения, это вопросы образования. Если говорить вопрос здравоохранения, это доступность. Президент сказал, что в этом году не должно не остаться ни одного населенного пункта, где человек не может получить медицинскую помощь. И вот это все важно, почему? Потому что еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня, слушая послания, люди могут для себя четко определить те критерии оценки власти, которые они будут ставить по реализации в этом году уже вот этих проектов. Каждый человек должен понимать, какой километр дороги будет отремонтирован, где будет построена школа, где будет построены ясли, где будет ФАП. Это должно быть реально теми критериями оценки эффективности работы власти, как на местах, в регионах, так и в целом в нашей стране. Спасибо большое, Сергей Неверов. Сергей Неверов, огромное спасибо. В какой момент аплодировали в зале больше всего, что самое главное? Вы знаете, мне кажется, аплодировали как раз на все моменты, о которых президент обозначал. Ну и, конечно, в области, завершая свое выступление в области нашей внешней политики, президент тоже очень четко сказал, что самое главное – это суверенитет, и он никому не может быть просто-напросто подвержен какому-то изменению. И здесь очень важно, что президент сказал, что мы всегда сможем защитить нашу страну. Работайте, давайте работать вместе, и все у нас получится. Спасибо огромное, спасибо. Константин Николаевич, ну как бы до миллиона за третьего ребенка, да, вот то, что прозвучало громко. Ипотека ниже девяти, ближе к шести. Очень-очень неплохо. Ипотечные каникулы на год. Ипотечные каникулы. Много таких пунктов, о которых вот хочется подробнее поговорить. Реализуемо. То есть как бы вот так сразу и скандинавская экономика, если я правильно понял, да? Социальная, социальная я имею в виду. Я бы не говорил о скандинавской модели, которая, в общем, сейчас тоже переживает определенный кризис. Мы говорим о развитой инфраструктуре социальной в России. Наша задача – Россия. Да, почему сейчас? Почему это именно сейчас реализуемо? Потому что те условия, которые десятилетия создавали, сейчас действительно позволяют приступить к реализации этих планов. Вот смотрите, незадолго до послания, да, с утра прошло засердание коллегии Федеральной налоговой службы. Одно важное сообщение, да, вот констатируется, уже второй или третий год, рост бюджета всех уровней. То есть у России есть деньги. Причем деньги есть не только у Федерации, они есть и в регионах. Для того, почему деньги есть, а доходы Росстат, говорит, падают. Да, доходы, реально располагаемые доходы падают, но тем не менее, да, сейчас... Зачем тогда налоги, если деньги есть, спрашивают люди? А налоги, во-первых, от налогов, как вы видите, освобождается очень большое количество тех, кто в них как раз в деньгах в первую очередь нуждается. Более того, вводятся социальные контракты. То есть это, по сути, прямая государственная помощь за то, что люди делают и так. Ухаживают за своими близкими, получают новую профессию, по которой смогут у себя в регионе найти работу. Да, раньше люди это делали за свой счет, сейчас им за это будут доплачивать по социальному контракту. Более того, это уже происходит в ряде регионов. Это, кстати, очень важно, потому что говорилось уже о том, что основная работа, она как раз на земле. В сельских территориях, в небольших городах, задача именно там существенно поднять уровень и качество жизни. И подтянуть это к городам-мегаполисам, к промышленным центрам. И, соответственно, ровно на это у нас на сегодняшний день есть ресурсы. Понятно, что это не прямая раздача денег. Где-то эти деньги будут выделяться целевым финансированием, где-то люди просто будут на эти деньги получать налоговое освобождение, где-то учреждения культуры, библиотеки, например, больницы будут получать освобождение. Полностью отменяется налог на доходы навсегда для тех, кто готовит врачей, поскольку у нас действительно их не хватает. То есть как бы абсолютно точечные важные меры. И еще раз повторю, что то, что 15 лет часто либералы когда критикуют, говорят, а почему раньше не делали, было так, да. А вот, собственно, раньше и работали для того, чтобы создать технологические, инфраструктурные и финансовые возможности для реализации этих планов.